Привет, привет! Сегодня я к вам, казалось бы, с мелочью, с одним единственным набором бумаги. Но на самом деле это совсем не мелочь, это потрясающая коллекция от Prima, которая называется Wild and Free. Эта коллекция произвела на меня большое впечатление и очень мне понравилась. Поэтому я и спешу с вами поделиться своей радостью. К тому же Prima имеет такую особенность, они частенько снимают с производства очень удачные коллекции бумаги, цветов, ножей, и потом невозможно найти понравившиеся материалы. Поэтому, если вам понравится эта коллекция, успевайте ее купить, пока она есть в наличии. Давайте я разверну набор, чтобы показать вам одновременно обе стороны. Набор включает в себя 27 листов, очень плотные, очень качественные двусторонние бумаги. Каждый дизайн повторяется по 4 раза. На первой страничке в основном черно-белые рисунки, вот такие вот цветочки, перышки, карты, письма. А с этой стороны он розовый. Казалось бы, просто розы, просто бабочки, все, что нам нравится, но в необычной приглушенной цветовой гамме. Смотрите, здесь такой вот лист нежно-сиреневый. А с обратной стороны неожиданно черный фон со световыми точками, имитирующими эффект баке. На контрастных можно сделать очень красивую страничку. Это страница с мелкими розочками, перышками. А здесь она тоже черная, только уже с мелкими точечками. Далее идут 4 листа с карточками. Их можно разрезать, а можно использовать как фоновые. Здесь карта. Эти листы также можно разрезать. Здесь надписи, рисунок расположен полосками. А фоновая сторона у него очень красивого дизайна, с нотами, с винтажными надписями. Затем такие 4 листа. Также предназначены либо для разрезания, либо для использования в качестве фоновых. А здесь карта созвездий. Следующий лист это лист с очень плотными качественными наклейками. А здесь тоже наклейки, но уже буквы и цифры на розовом фоне, на черном и небольшие надписи. Последний лист это лист с карточками. Он односторонний и очень плотный. Вот такой набор. К нему я дополнительно купила небольшие карточки. Их в наборе 45 штук. Очень красивые, разнообразные дизайны. Их, конечно, можно было и не покупать, потому что, как вы видели, в наборе есть листы с карточками для вырезания. Но я нисколько не пожалела, так как они красивы, их много. Явно хватит не на одну работу. Также я купила вот такие небольшие цветочки. Большие я не покупаю, потому что они внутри альбома сминаются. А на обложку несколько цветов я могу и сама сделать, например, из этой же бумаги. Вот такой небольшой обзор у меня сегодня получился. Я надеюсь, он вам был полезен. До скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok